Сегодня мы с вами будем разговаривать о всяких различных необычных летательных аппаратах, самолетах, вертолетах и устройствах, которые невозможно классифицировать и не отнести ни к какой из вообще летательных, совершенно необычных. Но прежде я хочу сказать, что вы, наверное, видели в анонсах, что помимо того, что здесь будет лекция, обещали презентовать книгу «Братья Райт», которую выпустило издательство «Альпина Лонфикшн». И это не просто так. Так получилось, что они ее выпустили, потом попросили меня написать небольшую рецензию в журнале «Популярная механика». Я ее прочел, написал рецензию, и мне сказали, Тим, ну такую рецензию написал, расскажи теперь ее вслух людям. На самом деле, я могу рекомендовать эту книжку, и вот эти экземпляры лежат здесь не просто так. Мы их сейчас разыграем в процессе лекции. Но те, кому не достанутся экземпляры, которые мы будем разыгрывать, в принципе, могут приобрести ее там. Буквально вышла она в этом месяце в издательстве «Альпина Лонфикшн». И надо сказать, что это очень классная история «Братья Райт». Знаете, про каждого известного человека написано очень много книг, но обычно одна-две хорошие. Но вот, в принципе, это относится к той одной-две... ...про то, почему они занялись авиацией, про то, как они пришли, собственно, к первому летающему самолету с двигателем, как они его запустили в воздух в 1903 году и так далее. Считается довольно интересно, в частности, потому что это не документальная суровая книга, это такой научно-популярный роман. То есть он немножко псевдо-художественный, это нон-фикшн и фикшн одновременно. Вот, по ходу лекции мы несколько таких книг разыграем, несколько, а вот пять. То есть кто-то станет счастливым обладателем. Да, автор ее Дэвид Маккалоу, он достаточно известный автор биографий, профессиональный, он дважды лауреат Пуллицеровских премий за биографии известных людей, и это видно. Человек совершенно профессионально разбирается в истории именно людей, и эта книга скорее история именно Орвеля и Уилбера, нежели их машины человеческие. Все, это было небольшое вступление, книга хорошая, я гарантирую, а дальше мы поедем рассказывать про разные странные штуки. Вот здесь моя шпаргалка, зачем мне нужна шпаргалка, я в принципе все помню фактологически, но в датах я могу запутаться банально, поэтому я буду подсматривать какие-то даты, которые могут вас запутать еще больше, если уж я в них путаюсь. Системы никакой нет, мы просто будем антихронологически рассказывать про очень-очень-очень странные самолеты, которые строили в разное время люди, и иногда пытаться догадаться, для чего они вообще были сделаны. Вот этот самолет называется Стипа Капрони, в 1932 году спроектировал его итальянский инженер Луиджи Стипа. Вот с этого ракурса видно, что в центре, здесь, наверное, нет плохого-хорошего ракурса, в центре он полый, то есть это труба. В центре трубы расположен обычный совершенно авиационный двигатель, причем довольно-таки маломощный. Зачем это надо? Стипа догадался об одной вещи, о которой до него никто не догадывался, о принципе импеллера. Если кто знает, то импеллер — это пропеллер, заключенный в кольцо. Если у многих, я думаю, есть квадрокоптеры, дроны, вот многие знают, что пропеллеры в них заключены в кольцо. С одной стороны, это защитная функция, конечно, оберегают ваши пальцы. С другой стороны, такая функция довольно сильно улучшает летные характеристики. За счет чего? За счет того, что когда пропеллер вращается, с его законцовок происходит срыв воздушного потока, возникает турбулентность, которая мешает этому пропеллеру вращаться и, в общем-то, снижает летные характеристики самолета. Стипа догадался, что если пропеллер поместить внутрь трубы, то никаких турбулентных потоков по бокам возникать не будет. И, в принципе, весь поток, который гонит пропеллер, будет расходоваться только на одну функцию — толкать самолет вперед. Единственное, для чего он не догадался, это все-таки 1932 год, и он вообще первый человек, который придумал этот принцип, это до того, что можно взять обычный самолет и повесить в него несколько двигателей с импеллерами. То есть, в принципе, этими импеллерами можно оборудовать любой самолет. Но он искренне считал, что свойства летные зависят от длины трубы. И поэтому он сделал трубой весь фюзеляж. Это не то, чтобы неправильно, просто в этом нет смысла. Даже если просто заключить пропеллер в кольцо, все равно эффект будет очень заметный. Ну, тем не менее, он построил эту штуку. Они ее испытывали достаточно активно. Все абсолютно испытатели говорили, что она великолепно летает. Лишь один минус был. У нее была максимальная скорость 131 км в час и никак более. Ее невозможно было разогнать, потому что она, видите, она широкая, огромная, и у нее чудовищное аэродинамическое сопротивление. В итоге Стива, на самом деле, стал очень известным человеком. В принципе, он запатентовал вот этот принцип пропеллера в трубе. Впоследствии он использовался многократно. Но сам самолет некоторое время летал в качестве испытательного, а потом был разобран на металл. Вот это вот имитация. Это австралийцы несколько лет назад заморочились и построили копию. Очень хорошую копию. В принципе, хотя есть некоторые отличия. Обратите внимание, в оригинале колеса не закрыты. Австралийцы для красоты закрыли их колпачками. Ну и так далее. То есть есть там целый ряд. Опять же, в оригинале пропеллер двухлопастной. Австралийцы сделали четырехлопастной. Но, в принципе, они скорее как бы попытались соблюсти технические данные самолета, нежели его внешний вид. Вот. Такая вот была штука. И это тоже интересный самолет. Это мы перемещаемся на год позже, в 1933 год. По дыму вокруг него. Это не дым, это пар. И это самолет, который построили братья Бесслер. Были такие изобретатели. И это единственный в истории летавший паровой самолет. Вообще летавший паровой самолет. Мы все знаем, что есть паровозы. Их огромное количество было. Были там пароходы, паровые автомобили. А вот самолеты паровые были в ином количестве, но никогда не летали. Попыток было много. В эпоху паровых двигателей. Тот же Можайский, его попытка построить самолет, она была построена на паровом двигателе. Самолет в итоге не взлетел, как и большинство. И лишь в 1933 году братья Бесслер попытались. И у них получилось поставить паровой двигатель на самолет и поднять его в воздух. В чем был бонус? Вообще зачем это сделали? Потому что в 1933 году, в принципе, пар уже начинал уступать потихоньку в двигателе внутреннего сгорания. Да, фишка в том, что на больших высотах воздух разреженный. И двигатель внутреннего сгорания начинает очень серьезно терять мощность, потому что топливо-воздушная смесь смешивается неправильно. А паровому двигателю это безразлично. Он мог на больших высотах летать, не теряя мощности. Но, тем не менее, он оказался довольно тяжелым, сложным. И успех не снискал. Он был продан Бесслерами американскому почтовому ведомству и несколько лет летал. Но, вот, к сожалению, в итоге тоже не дожил до наших дней, был ликвидирован. Вот это он же. Он был построен на базе стандартного самолета Airspeed 2000. Ничего особенного, они просто перестановили двигатель. Это мы пропустим. Мы некоторые вещи будем пропускать. Почему? Потому что, во-первых, у нас тайминг. А там очень-очень много. Здесь иллюстрации рассчитаны примерно на трехчасовую лекцию. Объективно. А у нас есть реально час. Поэтому мы кое-что будем пропускать. А вот это наш, собственно, первый конкурс. Тот, кто сейчас мне расскажет, для чего, в принципе, предназначал, мог предназначаться этот самолет. Тот, это 1937 год, получит первый экземпляр книжки «Братья Райт». Как вы думаете? Высказывайте. Да. Ну, любой самолет мог перевозить пассажиров. Нет. Да. Для чего? Для фотосъемки. Это правильный ответ. Выходи сюда. Сразу одно маленькое условие будет. Два раза участвовать в конкурсе нельзя. Все-таки каждый будет по одну книжку. Я как зовут? Никита. Поздравляю, Никита. Знал? Подсказал папу? Ну, да. Он у нас инженер. Тоже работает. Заработали на двоих. Да, совершенно верно. Это Абрамс П-1. Разработал этот самолет Тальберт Адрамс. И это первый в истории самолет, предназначенный целенаправленно для аэрофотосъемки. На самом деле, большая часть самолетов в то время выглядела, ну, собственно, вот так. Вот так. То есть, сверху находится некий кокпит пилота. Для того, чтобы что-то из него снять, делали довольно сложные приспособления. Нужно было переваливаться через фюзеляж, снимать вниз, чаще всего снимать вслепую. Картографирование было очень сложным с воздуха. Абрамс заказал, спроектировал самолет, который позволял фотографировать, не перевешиваясь откуда-то, а глядя прямо вниз. Как видите, у него вот этот вот плексигласовый кокпит спереди полностью прозрачный. Изготавливали его под заказ. Там снизу, вот если вы видите, внизу спереди есть такая маленькая пимпочка черная под стеклом. Эта пимпочка — это фотокамера. Он сначала использовал серийные фотокамеры, потом свои собственные конструкции. И он никогда не... Абрамс никогда не пытался этот самолет запустить в серию. Никогда не пытался заподседовать эту конструкцию. В принципе, это был единственный и неповторимый в своей отрасли самолет, хотя впоследствии появилось довольно много подобных машин. Он использовался в течение лет 15. Я могу ошибаться насчет, когда его списали окончательно. В общем, достаточно долго его использовали, до 15. 40. Я помню, что очень долго. В 75-м году он перестал летать, а построим, напомню, в 37-м. И в течение очень длительного времени он был, в общем-то, лучшим самолетом для аэрофотосъемки, который только существовал в мире. Он использовался и во время войны, и во время различных локальных конфликтов, и для геодезической съемки, и для физической, и так далее. Хотя принцип здесь был довольно-таки прост. И сейчас нам кажется, что все легко. Вот сзади есть у нас толкающий винт, а спереди у нас просто застекленный кокпит. История крутизна Абрамса была в том, что он вообще догадался сделать такую компоновку. До него такой компоновки самолетов никто не делал. Вот он же, стоящий на земле. Здесь видно, что внутри, в принципе, в передней части кокпита ничего нет. Он целенаправленно освобожден, все приборы сдвинуты назад. Пилот сидит сзади для того, чтобы не мешать фотографу. Спереди сидел фотограф, который имел шикарный обзор вниз, вперед, влево, вправо, вверх, куда бы то ни было. Вот еще одна иллюстрация к этой же истории. И далее. Дальше медленно наступали военные времена. И во время войны практически все самолеты, которые строились, начинали отталкивать с каких-то военных задач. И, пожалуй, самым необычным самолетом в этой истории был Бломенд Фосс БВ-141. Я думаю, тут сразу видно, в чем его необычность. Он асимметричный. И, более того, очень странный. То есть двигатель — это отдельный совершенно фюзеляж, в котором располагаются двигатели и топливные баки. А пилот и пулеметчик, то есть команда, они располагаются в отдельном кокпите, который расположен на крыле. Как-то получилось. Самое смешное, что была поставлена задача построить самолет, схожий с тем самым Абрамсом, который мы только что видели. Самолет, из которого будет прекрасный обзор из кабины для цели разведки. В этом конкурсе, немецкий был конкурс, ну, в этом тендере участвовал целый ряд компаний. Компания Arada, компания Мессершмитт, многие предоставляли свои модели. А вот компания Бломенд Фосс, она не принимала участие. Но, тем не менее, ее главный конструктор Рихард Фокт вне конкурса спроектировал и предложил этот проект. Хотя изначально компания не вступала в этот тендер. И почему-то этот проект не просто был принят. Ему были выделены средства на постройку трех самолетов. Он их построил. И более всего удивительным оказалось то, что самолет, вопреки всем спорам и предварительным как бы возмущениям, был абсолютно легко управляем. Его не сносило ни вправо, ни влево. Пилотам ничего не мешало. Немножечко психологически мешало то, что кабина смещена относительно центра. Но, в принципе, к этому привыкали за 15 минут, грубо говоря. Видите, здесь для, опять же, баланса асимметричное хвостовое оперение. Таких самолетов было построено около 40 штук. Изначальная ошибка была в том, что у них поставили слишком слабый двигатель. Потом появился более мощный двигатель BMW. Но, тем не менее, в большую серию самолет так и не поступил. Не поступил именно из-за экзотичности конструкции. Он ничем не уступал своим конкурентам из компании Arada. Но Arada могло пользоваться стандартными какими-то деталями, стандартными, возможно, конструкциями. А Blom & Foz приходилось делать с нуля из очень необычных деталей. Поэтому экономического эффекта он, конечно, иметь не мог. Вот другая фотография его же, опять же, асимметричный самолет. Фотография нескольких. Еще одна фотография. А вот это, кстати, сейчас буквально построили недавно самолет Boomerang. Его асимметрия, как недавно, 2002 год, его асимметрия была обусловлена не необходимостью сделать прекрасный обзор из кабины, а необходимостью, как бы это сказать, компенсировать перевес при отказе двигателя. Грубо говоря, у него два двигателя расположены асимметрично. Если один из двигателей отказывает, во втором немножечко повышается мощность, и самолет все равно остается сбалансированным. Такая была идея при проектировании этого самолета. Это я просто привел для примера, что асимметричные самолеты, они не умерли до сих пор. В принципе, они до сих пор строятся. Раз в 10 лет появляется какой-то новый асимметричный самолет. Но цели разные. Вот здесь история была именно такая. Еще раз Boomerang. Это мы пропустим. Вот это вот мы расскажем. Почему? Потому что только что был Blom & Foz. И вот еще один Blom & Foz. Это тоже конструкция все того же Рихарда Фокта. Его называли там сумрачным тектонским гением, как угодно. Он проектировал исключительно безумные самолеты. У него очень мало было в Карелии самолетов, которые были похожи на самолеты. Этот самолет взял пропагандой. В начале 40-х во всех немецких газетах писали, что немцы сейчас построят самый быстрый в мире истребитель. А истребителей еще не было. Но газеты уже писали. И тендер был, опять же, разыгран с безумной скоростью. Было дано там реально две недели на разработку практически всем компаниям. И первый выстрел сделал именно Foz. Он предложил вот такую концепцию с тремя мощными двигателями. У каждого из двигателей свои топливные баки. Мощность была безумная. За счет аэродинамики и двигателя он разгонялся до 800 километров в час. По тем временам это были совершенно невозможные цифры. Но ему в итоге не выделили денег на строительство железного экземпляра. Он остался только на бумаге. По банальной причине уже в то время реактивная авиация казалась перспективнее. Он не должен был, кстати, иметь никакого вооружения. Вообще, кроме бомб. Он мог бы иметь бомбы, он мог прилетать, бомбардировать и улетать. Почему? Потому что считалось, что ни один серийный самолет быстрее 400 километров в час не мог разогнаться. А он разгонялся до 800. Он просто мог уйти от любой погони в теории. Но теория, в принципе, не очень работала. Вот это его модель. Как я уже сказал, его не существовало в железе. Он существовал только... Вот. А вот это вот... Вот это не слово. Вот это название самолета. Вот ВС-173. Flying Pancake. Так, и это второй наш вопрос. Как вы думаете, для чего был нужен этот самолет? Вот. Да, первый мальчик был. Нет, это не гидросамолет, не для воды. Ну, он в черном, мальчик, да. Да, подсказка папы. Наверняка. Сейчас папы все... Папы сейчас выиграют абсолютно все конкурсы. Спускайся сюда. Ничего, там будет пара самолетов, которых папы сдать не должны. Я в этом не сомневаюсь. Вот. Тебя как зовут? Игорь. Поздравляю. Держи. Заработали. Опять же, с папой. Да, совершенно верно. Это палубный истребитель. Ну, как? Почему он такой формы? На самом деле, палубные истребители бывают совершенно нормальной формы. Дело в том, что это 1942 год, и проблемой авианосцев того времени было в том, что авианосцы были довольно маленькие. Это не гиганты современности, это не гигантские авианосцы, с которых может слететь реактивный истребитель. Это, в принципе, довольно компактные взлетные полосы, на которых нужно было уметь маневрировать, и пилоты должны были быть очень высокого класса. Соответственно, требовались самолеты, которые могут маневрировать на очень низких скоростях. То есть, вот этот самолет, в принципе, мог быть стабильным на скорости 40 км в час. Вот 40 км в час, как вертолет практически. И ему нужен был для взлета очень-очень маленький пробег. Идея эта пришла в голову Карлу Циммерману, был такой авиаконструктор. Ему пришло в голову, что если сделать весь самолет одним большим блином-крылом, то, да, его скорость в полете будет довольно низкой, но при этом маневрировать он сможет на очень низких скоростях. Он предложил этот проект армейскому ведомству, американскому. И ему, опять же, выделили деньги на строительство деревянной копии. Это деревянный самолет, он сделан не из железа. Он покрашен красиво, и это алюминиевый лист, который прибит сверху. Вообще он из дерева. Потому что это было дешево. Его испытывали, когда испытания показали, что эта штука действительно может маневрировать на очень низких скоростях. Ему выделили средства на строительство большого самолета, железного. Но к тому времени, это уже конец 40-х, 46-й, 47-й год, когда построили железный самолет, опять же, палубная авиация явно склонялась в пользу реактивных самолетов. Турбовинтовые самолеты уже явно устаревали. И поэтому все деньги с проекта были сняты, и это осталось лишь, так сказать, данью истории. Большой железный самолет уничтожили как военную тайну. Уничтожали очень долго. Его вызывали специальный... Он был очень крепкий, получился. В общем, у него очень жесткая конструкция, на самом деле, потому что цельный корпус. Чтобы его уничтожить, вызывали специальную машину для крушения домов. Уничтожали его гирей для стен. А деревянный, вот, сохранили, он хранится в музее. То есть он... Такая вот была еще история. Вот этот самолет, кстати, очень популярен, очень популярен в интернете. По запросу необычный самолет, чуть ли не первым всегда выскакивает, и дальше... Летающий блин у него было прозвище. Вот он в полете. Обратите внимание на гигантские винты. Они очень большие, и поэтому, собственно, он имеет вот такие высокие стойки шасси. И смотрит, когда стоит вверх. Это сделано только для того, чтобы винты при каком-то движении не задевали землю. Изначально планировалось, что они будут меньше, но так получилось, что требовалось пропеллер сделать именно такого диаметра. Вот это его же фотографии. Снова он же в музее. Вот это его собрат, металлический уже экземпляр. Всего, по-моему, две или три фотографии его сохранилось. Он был под грифом «Совершенно секретно». Об этом самолете мы долго говорить не будем. Это Майлз Лебелула. Выглядит он вот так довольно странно. Дело в том, что он предназначен ровно для того же. Это самолет для палубной авиации, который мог маневрировать на очень низких скоростях конструкции Майлза, но он тоже, в общем-то, успеха не снискал. А вот дальше... Так, это тоже Майлз. Это тоже Майлз. И следующий самолет, о котором я вас спрошу. Третья книга, для чего нужен был этот самолет. Да, вот мальчик. Да, 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 ты встаешь правильно. Нет, сосед, сосед твой. Нет, это не разведывательный самолет. Девочка. Что-что? Нет, это не бомбардировщик. Да. И не истребись. Ну да, ты. Нет, он не подол... Внимательно посмотрите на него. Видите, что он очень-очень маленький. Очень маленький, я подсказываю. В нем буквально один человек и все. Да. Ну он реактивный, а для чего он был нужен? Понимаешь, он реактивный. Да. Да, ну давай, ты очень хочешь. Это не планер, у него есть двигатель. Да. Нет, это неиспытательный самолет. Да, вот там наверху. Камикадзе. Правильно. Это самолет, предназначенный специально для Камикадзе. Если я кого-то не спросил, а кто-то раньше, ну простите, потому что все тянут только со всех сторон. Я банально не успеваю отслеживать, кто выиграл. Да, поднимайся сюда. Ты как зовут? Поздравляю, Югор. Молодец. Держи. Да, совершенно верно. Это, в принципе, единственный в истории самолет, который был разработан и серийно производился специально для Камикадзе. Потому что, на самом-то деле, Камикадзе чаще всего использовали не специальные самолеты, а вполне обыкновенные, отслужившие свое более или менее. Ну, если кто из слушателей не очень хорошо помнит историю, то Камикадзе, то есть пилот-самоубийцы, это пилоты, которые направляли свой самолет тараном для того, чтобы уничтожить какую-то цель. И они были далеко не только летчиками, были и парашютисты, были и люди, которые управляли живыми торпедами подводными и так далее. Появились они в самом конце войны, войны в 44-м году, когда Япония уже проигрывала войну, и это было таким средством последней обороны. Опять же, легенда рассказывает, что Камикадзе там всю войну. Да нет, конечно, они работали всего полгода, на самом деле. Просто они создали себе легенду благодаря своим, так сказать, своеобразным навыкам. Большей частью они использовали самолеты Mitsubishi A6M. Это был серийный самолет, его было изготовлено очень много, он был довоенный. И во время войны он просто банально устаревал и, соответственно, шел, так сказать, для смертников, служил бомбой. Но была одна большая проблема. Терять хороших, квалифицированных пилотов Япония себе позволить не могла. И более того, она не могла себе позволить терять самолеты, которые имели сложную конструкцию, которые можно было даже на запчасти разобрать. Поэтому в конце 44-го года появился проект Yokosuka, Yokosuka Oka, переводится Oka как цветок вишни. Это деревянный, абсолютно простой самолет, у которого, в принципе, нет даже толкового двигателя. У него есть толкачи ракетные, три ракетных толкача. Каждый ракетный толкач включается одной кнопкой. Одна кнопка, 10 секунд ускорения. Еще одна кнопка, 10 секунд ускорения. И еще одна кнопка, 10 секунд ускорения. Все. Больше у него нет ничего. Здесь в передней части бомба. Такие самолеты должны были подвозиться к месту боя на большом носителе. Дальше отцепляться от него. Первой кнопкой пилот передавал начальное ускорение. И дальше использовал еще одно и еще одно ускорение для того, чтобы долететь до цели. Где-то 40 километров он мог пройти этот самолет. И дальше он в эту цель должен был воткнуться. Но и построено таких самолетов было около 900 штук. Но они вообще не повоевали. Получилось, в общем-то, благодаря глупости и случайности, большая их часть была уничтожена еще на земле. Просто банально американскими бомбардировками на аэродромах. То есть очень небольшое количество их воевало. Очень небольшое количество их было. И огромный кусок, опять же, их был уничтожен, когда они еще были... Подвешены к бомбардировщикам. Они не успевали долететь просто до цели. Они оказались неэффективны. Тем не менее, такая вот удивительная конструкция была. Самое смешное, что история знает очень мало, практически ничего не знает об их летных качествах. Или как они на самом деле летали. Почему? Потому что японцы всю документацию уничтожили полностью. Такие самолеты достались американцам в количестве. Они в музеях есть. Но по понятным причинам их просто никто не испытывал. Потому что испытать их невозможно. То есть, и, соответственно, толком, как они летают, никто не знает. Вот в музее, собственно, века, сука. Такая вот очень простая машина. Там было буквально... Там не было никаких приборов. Там были вот эти три кнопки и руль. Там больше ничего не было внутри. Это уже трофейные. Вот такая вот странная, в общем-то, вещь. Так. Сейчас. Чего тут дальше? Вот еще один самолет. Тоже довольно-таки забавный. Мы сейчас попытаемся разыграть еще одну книгу, а потом еще одну оставим под конец. Так. Вот. Ну, в очках, мальчик. Самолет что? Нет, это не шпион вообще. Это военный самолет, предназначенный для боя. Для какого боя? Да. Ну же. Ты ж руку тянул. Стесняешься. Ладно, давай ты. Тоже стесняешься. Так. Следующий. Что-что? Нет, это не бомбардировщик. Да. Нет, это не истребитель, не разведчик. Это военный самолет, который предназначен для конкретных боевых действий. Да, вот мальчик прямо. Для какого? Нет. Девочка. Нет, не для ночного. Совсем не для ночного. Подсказываю. Он очень жесткий. Вот все это единая конструкция сварная. Он очень крепкий. Да. Что-что? Кто что сказал? Я просто вот, 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 бальчик прямо. Ладно. Не сказал ничего. Да, говори, что есть. Да, это таранный самолет. Это правильно. Таранный. Таранный самолет, предназначенный для таранов. Так. А ты не выигрывал еще книжку, нет? Я вас путаю. У вас много. Сколько это? Как тебя зовут? Виктор. Виктор, поздравляю. Тебе тоже книжка. Да, это самолет, предназначенный целенаправленно для воздушного тарана. Он имел очень жесткую конструкцию. И на самом деле, есть такая достаточно известная. Все полагают, что таран — это когда один пилот героически врезается в другого носом. Нет. Никогда. Таран — это сложный бой, который имеет тактику, и которому учили во время войны. Таранит либо шасси, либо крыльями. Для того, чтобы минимально повредить свой самолет, но вывести из строя самолет соперника. Идеальный таран — это когда с помощью шасси сверху повреждают хвостовое оперение соперника. При этом вообще не повреждают свой самолет. Это идеальный вариант. Соответственно, таранный самолет — это не какая-то самоубийственная машина. Это, в принципе, абсолютно логичное оружие, которым можно пользоваться. У него была очень серьезная сбалансированная конструкция и очень жесткие крылья. С помощью этих крыльев он мог крылом, грубо говоря, задеть аналогичный с какой-то другой самолет и вывести его из строя. При этом у него бы там появилась максимум вмятина. Ничего более. У него были пулеметы. У него были спаренные пулеметы вот здесь спереди. Но они не использовались. Ну, не планировались к использованию. Этот самолет появился уже после войны. Этот самолет предназначен для того, чтобы, как бы сказать, для обороны. Он не совсем военный. Но ему очень не повезло. В 1945 году уже после войны его испытывали. И пилот ошибся. Он был очень сложным в управлении. На самом деле, я вот покажу, как пилот выиграл. Вот так пилот лежал. Вы не представляете себе, да? Он был очень сложным в управлении. Пилот ошибся на 15-й минуте полета, вошел в штопор, не смог из него выйти и погиб. Разбившись вместе с самолетом. И программу закрыли. Больше этот самолет не строили. Ну, на самом деле, это компания Нортроп его строила. Нортроп ХП-79 он назывался. Вот такая вот своеобразная штука. И, опять же, вот это положение пилота позволяло, мало того, что сделать очень грамотную аэродинамику у самолета, так еще и, ну, просто им было управлять в плане понимания, куда он летит. То есть, грубо говоря, вот представьте себе, что вы летите вот так. Вы же знаете, куда вы летите. Вы хорошо очень видите. И для Тарана это была идеальная история. Но как-то не сложилось. Тем более, к тому времени, опять же, уже воздушный бой изменился. И Таран стал не очень функционален. Вот это Твин Мустанг. У меня осталась последняя книжка, я ее разыграю ближе к концу. Хотя это тоже забавная история. Про нее тоже можно было бы спросить, для чего он нужен. Дело в том, что основное назначение этого самолета – это продлить трудоспособность пилота. Потому что Мустанги, если представьте себе, что он один, да? Если он один, то это серийный самолет, один из самых массовых американских самолетов, Мустанг. У него была чудовищная дальность. Очень хорошая дальность полета. И выяснилось после не испытания, а после уже как бы ходового использования, что самолет-то выдерживает, а пилоты нет. Через 8, 12 или даже 16 часов полета, теоретически, хотя 16 часов – это был рекордный, 14 часов был рекордный полет. Через 8 или 12 часов полета самолет еще мог держаться в воздухе. Топлива было на исходе, но ее хватало. Пилот не держался в воздухе никак. Пилота вынимали из кокпитов Мустанга после дальней разведки. И было предложено часть Мустангов переделать вот в такие двойные самолеты. То есть фюзеляж стандартный, крылья стандартные. Нестандартные две детали. Вот эта центральная часть крыла и вот эта часть на хвостовом перене. Им увеличили топливные баки. И на этом самолете был установлен мировой рекорд, потом позже попавший в книгу рекордов Гиннеса, по длительности полета для самолета с прошневыми двигателями, с пропеллером. Вот как раз 14 с чем-то часов. Понятно, что там было два пилота. Один мог там спать кое-как, второй в это время вел самолет. Это разведывательная машина, чисто разведывательная. Таких машин было построено около 200 штук, ну, больше на 250. Ну, в принципе, идея была достаточно оригинальна. Сейчас, понятно, что сейчас так не делают, да и раньше так не делали. Раньше, если нужно было два пилота, они сажали в один кокпит, один за другим. Что? Ну, почему-то малый расход топлива и большие баки, вот, собственно, и все. Ничего особенного. То есть, как бы, у него не было каких-то секретов. Просто получилась грамотная компоновка, за счет чего умудрились вместить очень большие топливные баки. Здесь и в крыльях топливные баки, и в фюзеляже. Здесь довольно много топлива, скажем так, туда вкручено. Но, как я уже сказал, обычно в самолетах все-таки, если два пилота, один за другим сидят в одном кокпите, здесь такое решение было применено именно из-за того, что уже были готовые фюзеляжи, и было проще собрать из них вот таких сиамских близнецов, нежели делать что-то более сложное. Вот, они вот их собирают. И вот эта прекрасная машина. Война у нас закончилась, мир, и автомобильная промышленность пошла вверх. Компания Conwayer подумала, что надо бы с автомобильной промышленностью поработать, и этот рынок тоже под себя подмять. И буквально в 47-м году последовательно представила два шикарных совершенно транспортных средства. Conwayer 116 и Conwayer 118. Вот эта 118-я модель. Выглядела она примерно так. Я думаю, все понятно, объясняем совершенно нечего. Вот так вот оно летало. Когда он садился, он отцеплялся. То есть вот эта вот часть верхняя, она съемная полностью. Были такие специальные стапели. Он цеплялся, и получался вот такой вот семейный автомобиль. У него был один чудовищный недостаток, который не позволил Conwayer запустить его в серию. Ну, угадайте его. Это не разумеешь просто. Да. Нет, ну, понятно, что она цеплялась. Какой недостаток? На самом деле, я думаю, что никто не догадается, если честно. Хотя очень просто. Он очень уродливый. Его просто не покупали. Это была единственная причина. У него не было технических недостатков. Он отлично летал, с ним не было никаких проблем. Но было понятно, что, вы понимаете, это 50-е годы. Это расцвет американского автомобильного дизайна. Там делали неимоверные красоты автомобилей, и кто-то бы купил вот эту. Никогда. На самом деле, последний экземпляр, один из трех экземпляров разбился. Разбился по совершенно идиотской причине. Пилот выжил. С ним все нормально. Рубин Снотграсс, по-моему, был пилотом. Он посмотрел перед вылетом на датчик топлива. Увидел, что топлива полно, и полетел. Но оказалось, что он посмотрел на датчик топлива автомобиля. Там были два отдельных бака, и они находились рядом. И он перепутал, и датчик топлива автомобиля был полным, топливный бак автомобиля. А топливный бак самолета был пустым. Пилот не заметил, и, в общем, довольно быстро упал. Но все нормально. Пилот выжил, а конвейеры все-таки раз и навсегда, в общем-то, лишили, так сказать, возможности летать. И далее. Вот такая вот еще у нас есть прекрасная машинка. Это Макдоналд ХФ-85 Гоблин. Как вы думаете, для чего он нужен? Подсказываю. В первую очередь подумайте, почему он таких размеров. Вы видите, какая вот... Большую его часть занимает пилот. Да, серый мальчик. Что? Нет, это не самолет шпион. Так. Да. Что-что? Я не слышу, прости, пожалуйста. Чего ты говоришь? Так. Нет. Таран мы уже проходили. Еще версии. Да. Нет. Мне очень нравится, что одни и те же люди всегда говорят одни и те же версии. Да. Что-что? Какой? Ну, нет, он не специально для трюков. Хотя на нем трюки делали. Но нет. Да. Вот мальчик с ним. А куда в большом самолете он должен был помещаться? Подумай. Ну, почти. Это почти правильный ответ. Выходи сюда. Нет. Он должен был помещаться в бомболюк. Он вместо бомбы устанавливался в другой большой самолет. Это, в принципе, правильная версия. Вот. Тебя как зовут? Молодец. Поем. Заслужил. Все, книжки закончились. Остальные там. Но у нас еще впереди довольно-таки много самолетов. Я сейчас посмотрю, сколько мы успеем. Что-то еще успеем. Да. Мы нас задержали на 20 минут. Мы тоже задержим на 20 минут. Что делать? Да, совершенно верно. Это Макдоналд Гоблин. Он предназначался для того, чтобы помещаться в другой большой самолет-носитель. Проблема была в чем? В том, что стратегические бомбардировщики, которые летят с одного континента на другой, для того, чтобы там что-то сбросить бомбу. Они очень неуклюжие, неповоротливые. И их очень легко сбить. Соответственно, у них должен быть кортеж. Должна быть какая-то, так сказать, охрана. Но дело в том, что дальность у самолетов-охранников очень-очень маленькая. Очень маленькая. Они просто, ну как с мустангом, да, пилоты устают. Они не могут лететь 8 часов в маленьком кокпите, как может лететь пилот большого бомбардировщика. И была предложена идея. Вместо одной из бомб в бомболюк крупного носителя вставлять отдельный маленький самолет, в который пилот мог сесть, находясь внутри, вполне комфортно вылить. И в момент, когда нужна охрана большому самолету, когда нужно отбивать какую-то атаку, он мог покинуть бомболюк на этом самолете и, в общем-то, вступить в бой, охраняя своего носителя. Проблема была очень... Сейчас тут есть вот хорошая фотография. Вот видно, как он из бомболюка. Вот, видите, два бомболюка спереди и сзади. Вот в переднем бомба была, а во втором был такой Макдоналд Дуглас. Идея была отличная, кроме одного. Вот правильно было замечено про трюковый самолет. Было понятно, что его довольно сложно водить. И поэтому для его испытаний пригласили профессионального пилота, мастера высшего пилотажа. И он его действительно качественно испытывал. То есть он покидал бомболюк, в общем, кое-как пристыковывался обратно, но выяснилось, что ни один пилот авиации, ни один больше не может этого повторить. Для того, чтобы вернуться в бомболюк, нужно быть реально, было пилотом трюковым с опытом высшего пилотажа. Потому что это безумно сложно. Там расстояние несколько сантиметров было по бокам, на большой скорости было невозможно вернуться. Первая же попытка вернуться стороннего пилота привела к тому, что был разбит фонарь кабины, и самолет был вынужден приземлиться на лыжи. У него не было шасси, у него была снизу лыжа такая. И программу вот поэтому в первую очередь закрыли. Просто потому, что не хватало квалификации пилота для того, чтобы этот самолет возить. Сейчас мы эту проблему решили очень просто. Сейчас есть электроника, которая может этим управлять. В то время управляющей электроники не было. Поэтому, к сожалению, эта прекрасная идея в зачатке так и умерла. Тем не менее, идея была занимательная. Так, это мы, наверное, пропустим. Вот, опять же, кадры его отцепления. Это мы пропустим. Банально. Вот это довольно интересная штука. Опять же, послевоенная. Это 50-й год. Fairchild Pack Plane. Вот здесь довольно неплохо видно. Вот он летит с грузом. А вот он этот груз отцепляет. В чем была проблема? В том, чтобы максимально быстро. Это сейчас есть там всякие, знаете, Ан-225 Мрия, которые могут поднимать там несколько сотен тонн. Такие безумные самолеты. Тогда грузоподъемность транспортных самолетов достигала буквально пары тонн. То есть они были довольно не очень, скажем так, мощные. И поэтому нужно было максимально быстро прилетать в аэропорт, разгружаться, загружать новый контейнер и лететь дальше. Обеспечивая поток перевозок не за счет грузоподъемности самолетов, а за счет скорости воздушных путей. И компания Fairchild представила вот такое решение. Стандартные контейнеры, уже загруженные. Самолет прилетает, выгружает один контейнер, загружается другой. И он полетел дальше с новым грузом. Но эта идея тоже провалилась. По банальной причине. Fairchild принципиально сделали так, что этот самолет мог цеплять себе только специфические контейнеры производства Fairchild. Представляете, как Apple защищает свои айфоны тоже. Только айфоны, ничего больше. Вот ровно точно так же. И ни один американский аэродром не согласился переоборудовать всю свою инфраструктуру под контейнеры Fairchild. И, в общем-то, идея провалилась с зачатки. Хотя изначально, возможно, была бы и неплохой. Вот он же в полете. Вот он на земле. И снова он на земле. Этот самолет мы долго рассматривать не будем, потому что это Дуглас Стилетто. Он тоже очень часто выпадает в интернете по запросу «Удивительный самолет». У него не было толкового назначения. Это самолет-лаборатория. Он был предназначен для того, чтобы исследовать аэродинамические свойства самолета на сверхвысоких скоростях. Чисто исследовательская машина. А вот об этой штуке мы поговорим. Обратите внимание на крылья. Вот они изогнуты таким образом. Это так называемое арочное крыло. Был такой инженер по фамилии Кастер. Кастер в конце 40-х чинил сарай. И, чиня сарай, он обнаружил, что изогнутую крышу его сарая вместе расносит даже очень маленьким-маленьким порывом. Ему пришло в голову, что если сделать такой же конфигурации и крыло на самолете, самолет будет подниматься. И он не ошибся. Все довольно просто. Пропеллер сверху отсасывает воздух с верхней части крыла. Это создает сверху разрежение, которое позволяет дополнительную воздушную силу самолет просто тянет вверх или толкает вверх. Это уж как посмотреть. Это, опять же, позволяет самолету маневрировать на очень низких скоростях. Он нашел финансирование для этого проекта, построил несколько таких самолетов, но он сделал одну большую ошибку. Он пытался продать его военным. А военным он был не нужен по банальной причине. Он был очень медленным. Он мог, опять же, сохранять стабильность на очень низких скоростях. Рекорд был 36 км в час. Вот он на 36 км в час самолет летел, не падал. Это очень низкая скорость для самолета. Но при этом разгоняться, опять же, больше 150 он технически не мог. Просто у него не получалось за счет аэродинамики. И военным такой самолет был не нужен. Поэтому Кастер бился над своим самолетом с 50-х вплоть до 80-х годов. В 80-х годах он уже, ему было самому за 80, пытался продать этот концепт компании американской армии в качестве конвертоплана. Я думаю, многие знают, что такое конвертоплан. Это самолет, который гибрид самолета и вертолет. Он взлетает как вертолет, потом двигатели наклоняются, и дальше он летит как самолет. Он пытался продать эту идею в качестве конвертоплана, но в итоге выиграл тендер другой. Конвертоплан, конвертоплан и спрей. Я думаю, очень многие его тоже видели. А Кастер в 1080-х годах, по-моему, в 86-м году он скончался. И, в общем, проект не получил развития. Вот такая вот машинка. Это его опытный самолет, самый первый, который он построил своими руками в своем сарае. Вот. Это испытание в НАСА. НАСА испытывало его машину. Это уже... А, кстати, интересно, что помимо Кастеров, помимо Кастеров, бюро Антонова в 90-м году построило такой же самолет. Вот было пять самолетов Кастер, и один самолет такого типа бюро Антонова на Украине. Но была, вы понимаете, 91-й год, советы развалились, денег нет, финансирования нет. И самолет до сих пор стоит в Киеве в музее авиационном. Если когда-нибудь будет прекрасный музей, там стоит эта штука, на нее можно посмотреть вживую. Она никогда не летала, не потому что она не могла летать, а потому что ее не успели запустить до всех этих перипетий. А году в 98-99-м, когда Антонов снова начал подниматься на ноги, уже было просто не до этой машины, ее отправили в музей сразу. Вот. Ну, это мы, наверное, пропустим. Насталось довольно мало времени, поэтому я сейчас быстренько промотаю до каких-нибудь самых безумных моделей, которые... Вот это тоже интересная история. Это надувной самолет Гудьера Inflator Plane. Вот видите, его надувают. Вот надувают, а вот он надут. Тоже занятная очень конструкция. Его испытывали 20 лет. Он гениально, блестяще и прекрасно летал. Но он провалился, потому что никто не нашел ему никакого применения. То есть вообще никто. Гудьера ее построили просто потому, что могли. И все. Это была единственная причина его постройки. Вот. Он в музее. Один, ну, два экземпляра сохранилось, один в музее хранится. Вот. Это все не очень так занятно. Да, действительно, очень-очень много. У нас очень мало времени. Поэтому я хочу вам показать, на самом деле, очень занятный самолет. Точнее вертолет. Точнее черт знает что. Сейчас я его найду. Он в самом конце там. Все промотал. Ну, где же он? Сейчас. Вот эта штука тоже летала. Это называется Roton C9. И построила эта компания, которая называется Rotary Rocket. У нее был винт сверху. В чем был смысл этой машины? Дело в том, что... Да. Это летало. На полном серьезе. По-настоящему. Дело в том, что... Это ракета, на самом деле. Была задумана как ракета с ракетными двигателями внизу. Но дело в том, что ракетные двигатели, они эффективны в разреженном пространстве. В идеале, там, безвоздушном. А вот через атмосферу ракетные двигатели продираются с трудом. Они тратят очень большое количество энергии. И компания Rotary Rocket придумала совершенно гениальный, одновременно совершенно безумный и бездарный концепт. Они придумали, что сначала будет наверху установить вертолетный ротор. С помощью вертолета она будет преодолевать плотные слои атмосферы. А потом его будут включаться ракетные двигатели, подхватывать и так далее. Это будет какая-то экономия. Они разрабатывали это лет 10. Сложили какие-то безумные совершенно деньги. Порядка 30 миллионов долларов, по-моему, они вложили в этот концепт. Но проблема была в том, что когда они построили всю эту красивую штуку, им не хватило денег на винт. И они винт купили, отработавший от вертолета Сикорского на какой-то авиационной свалке. Вот в прямом смысле. И он очень плохо тянул, поэтому на испытаниях эта штука не произвела впечатление ни на военных, ни на кого. Вот она летит. И в итоге проект был закрыт. Это недавний проект. Это, по-моему, буквально 2000-2001 годы. Совсем недавно. В 2000 году они его построили. И где-то до 2009 года они все еще надеялись найти финансирование. Но не нашли. И последняя история. Это история, связанная с братьями нашими белорусами. Вот эта штука называется СОК. Самолет с овальным крылом, они называют. Но вообще в классической традиции это называется самолет с замкнутым контуром крыла или кольцеплан. Удивительность кольцепланов заключается в том, что кольцепланы никогда не летали. Первый кольцеплан построил в 1909 году еще Луи Блерио. Он у него не летал. Потом кольцепланы строили раз в 10-15 лет. Вот. Тяжело ребенку. Я понимаю. Мы уж заканчиваем. Почти заканчиваем. Вот. Кольцепланы строили раз в 10-15 лет. И в 2004 году они его строили с 89 по 2004 год. Группа энтузиастов из Минска построила кольцеплан вот этот, который летал. Есть видеозаписи, где он поднимается и летает на полном серьезе. Вот сейчас он выглядит вот так. Он в музее стоит. Их достижение было в первую очередь в том, что они в первый раз в 1908 году был построен первый кольцеплан. В 2004 первый полетел. 100 лет развития. И они сумели построить летающий самолет с замкнутым контуром крыла. В чем бонус этого крыла? В том, что в нем нет никакой механизации, кроме рулей. У него есть рули. И все. Больше нет ничего. Это кусок железа. То есть никакое сложное устройство, никаких воздушных тормозов. Ничего нет вообще. Его можно использовать как бензобак, например, при необходимости. И при этом он безумно стабильный. Он действительно очень стабильный в полете. Все пилоты его хвалили. Он довольно медленно разгоняется, довольно медленно летит. Но его в принципе невозможно ничем поколебать. На него не влияет ветер. У него нет срывов потока, нет турбулентности, которая бы на него влияла. Практически. Проблема у них была чисто экономическая. Это была группа реальных энтузиастов. Они пытались найти деньги на этот проект года до 2010 или 2011. А потом просто бросили этим заниматься, потому что стало понятно, что финансирование не найдут. Проект сложный. И надо сказать, что в изготовлении такие самолеты дорогие. Потому что вот это кольцо, оно дорогое. Да? Планировать? А вы знаете, хотя я даже не знаю. Скорее всего, плоховато. В смысле, зачем? В смысле, зачем он? Он, опять же, очень высокая стабильность на низких скоростях. Традиционная принципиализационная история. То есть, его не сносило ветром, его не трясло. Он был очень стабильным в полете. Это его основная история. То, что он... Кстати, пропланировать, я, кстати, самое смешное, что даже и не знаю. Потому что я с ними разговаривал, но разговаривал с ними 8 лет назад. Я абсолютно не помню, что они мне рассказывали. Вот. Сейчас даже посмотрю, может, у меня здесь что-нибудь написано. Может, что-нибудь написано. А вот нет. Да, у меня здесь написано. Я просто, на самом деле, распечатал банальное интервью с ними, которое я брал в 2009 году. Они говорили, что да, он может планировать при определенных условиях. То есть, у него нету... Грубо говоря, при планировании он может нести ветром, но, в принципе, при нормальной погоде он планирует спокойно. То есть, он теряет свою стабильность, грубо говоря, при планировании. Но, тем не менее. Сейчас... Это был первый в 2004 году. Сейчас уже есть 3 или 4 построенных самолета с замкнутым контуром крыла. Финны построили, еще кто построил. Все они остаются лишь опытными конструкциями, потому что дорого, сложно. И, в общем, действительно, это резонный вопрос, для чего он нужен. Ну, вот, как бы, наверное, нужен. Скорее, это такой квест, запустить такой самолет, не более чем. Вот. Времени у нас, на самом деле, больше нет. Мы задержались даже больше. Мы задержались на 25 минут. Нас задержали, по-моему, на 15. Поэтому мы на этом завершим. Я надеюсь, я вас не очень утомил. Покупайте журнал «Популярная механика». Книжка про братьев Райт тоже продается наружу.